всем привет сегодня у меня короткое видео где я хочу только показать вам что поставляется в коробке если вы покупаете металлоискатель garrett эти про это all terrain я заказывал знаешь посылочку cb новый металлоискатель комплектация adventure и пак то есть сам металлоискатель и к нему должны идти и кое-какие аксессуары и и вот мне привезли только сегодня я буквально открыл чтобы глянуть что там что-то лежит но ничего еще не рассматривал и возможно люди кто хотят тоже купить такой сбор будут заинтересованы знаешь на самой коробке тут написано горит эти про adventure и сериал номер и больше ничего как бы нету все белая коробка здесь было вот заклеена прозрачным скотчем не знаю на заводе или это уже продавец заклеил значит я его разрезал и снизу тоже разрезал разрезал и посмотрим что тут ну это как бы лежит счет то что я покупал от продавца адрес продавец я так понял что он занимается металлоискательными своем городе но и продают и кроме этого на ebay значит кроме этого тут лежит вот его фирма как бы прайс лист здесь вот реклама пин-поинтера аквальц но 94 доллара мне как бы не нужно у меня есть уже гаррисовский пин-поинтер вот такой точно кстати как здесь у меня уже есть в этом наборе пин-поинтер не поставляется тут прайс лист на дополнительные катушки раз два три четыре пять пять катушек вот у него есть кт-прок кстати и тут к другим моделям следующие тут идут прайс листы здесь лесщие это типа инструменты для копания какая-то вот бумага убираем ее и здесь идет сумочка сумочка горит metal detectors в общем-то я понял что эта сумка куда складывать находки и нужно тут как бы вот здесь есть такая полоска с небольшими как были отверстиями то есть можно что-то вставлять там типа их инструментов и также сюда можно подвесить чехол от проповедора гарри пульского здесь хранить а вот это как бы застегивается на пояс сумка сам обычный материал достаточно плотный то есть не мягкий что-то типа кордуры наверно внутри ничего нету есть только маленький вот карман на молнии но это наверно для особо ценных находок если там золото или мало ли что придется тут можно положить в этот карман а вот в этот большой я так понял все остальное можно кидать нашел кину все закрыл такая вот сумка ну как бы вещь недорогая но найдет в комплекте то есть почему бы более я думаю что возможно буду ее даже использовать в своих походах это просто кусок изоляции здесь значит идет календарь на 2014 год в этом году гориту исполняется 50 лет и и вот шестьдесят четвертом году он был основан а сейчас 2014 как раз ровно 50 лет и я так понял что это юбилейный они напечатали календарь и везде его теперь вкладывают вот горит техас ну то есть адрес американский вот ну и что здесь здесь просто фотографии вот это я так понял сам горит который основатель и вот это его жена и здесь вот их не биографии где они там учились он и там делали ну и дальше просто вот какие-то фотки вот это еще с древними металлоискателями и собственно сам календарь и вот каждый месяц январь феврал март апрель май июль 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 автор сентябрь октябрь ноябрь декабрь все в общем то правильно 12 месяцев все то есть полезная в принципе вещь тоже бесплатно ну как входит стоимость так горит все еще весна 2013 прошлогодний получается журнал за весну на английском тут какие-то статьи фотографии находок ну то есть тоже интересно посчитать тут и пули и монеты и кольца то есть всякое добро такой же собственно журнал только уже 8 2013 тоже как бы прошлоходный вот тоже самое находки там рассказывать все горит и ты икс интернет дешим то есть это я понял новый прибор города ты здесь просто его как бы реклама шоу там делаешь он умеет то есть это новый прибор который дорогой что-то не помню сколько он стоит еще бен уж доллар вот ну то есть это просто рекламный как бы журнал гарантийный талон в общем здесь я так понял простейшая инструкция как его собирать как прикручивать нижнюю штангу как прикручивать катушку на английском все то есть написано как что делать дальше как найти потерянное сокровище чарльз гаррид то есть я так понял что это он написал книгу как найти потерянное сокровище маленькая книга тоже на английском вот цена 395 доллара тут она такая вот лежит книжечка дальше это я так понял сюда кладутся 4 батарейки ну или можно купить аккумуляторы у нас где-то они есть и и то есть это для питания здесь в маленьком пакетике лежит резиновая прокладка две прокладки гайка и болт то есть я так понял что это детали которыми крепить катушку так дальше инструкция пользователя эти про город металл детектор то есть полностью инструкция больше 100 страниц 120 и здесь все то есть как есть что делать и здесь все полностью на английском языке горит эти про инструкционал 9 вот он все запечатаны то есть 9 это наверно но я не знаю может быть он на компьютере даже будет работать но скорее всего тут можно посмотреть там что то есть вот собственно машка так дальше горит это это понял муж для копаний в основном как бы я так понял в америке мало где можно покупать лопатами в основном там как бы копают в парках и в основном используют такие лопаты то есть она как бы такая жестоко другой фирмы вот она идет чехле здесь она еще в одном пакете так здесь написано горит металл детектор копательная тул металлический копательный тул с чехлом то есть с английского перевести как она называется сделано в китае покрашена ну какой-то краской тут какие-то шипы это типа можно наточить и резать ими корни если встречаются ручка сделана из резины то есть это удобно в руке не скользит наверно под водой даже можно копать нам песок или что на пляже ну и собственно чехол тоже такой достаточно жесткий с какой-то кордур и внутри у там по моему на ощупь что-то типа пластика то есть я думаю что достаточно должен быть долговечной ну это можно крепить куда-то на ремень или еще что-то то есть принципе вещь такая пригодится грубо говоря дальше смотрим наушники тоже горит наушники регулятор громкости на каждом ухе переключателя стерео моно нету мягкие ампишуры мягкие в общем то такие же наушники как и все остальные то есть я уже видел такие других фирмы у меня какие-то похожи только стерео моно то есть кабель как обычно делают для детекторов с такой типа спирали чтобы он не болтался не путался но в то же время легко растягивался если там надо куда-то встать присесть их не специальный горитовский коннектор что делает его неприменимым использовать с другими детекторами но если только покупать какие-то переходники не знаю они по-моему дорогие если в этом вообще смысл то есть непонятно неудобно конечно смысл этого разъема в том что он как бы водостойкий то есть под водой не затечет никакая вода ничего когда он будет туда прикручен но в то же время то есть с такими разъемами наушники дорогие это они будут или горит или каких-то специальных металлодетекторских фирм то есть задешево их не купить ну то есть будет видно я не думаю что там наушники быстро ломаются и каждый там как бы месяц их надо покупать так дальше собственно здесь я вижу сам детектор уже как было собрано так но это понятно то есть вот таким образом она делается горит ул террин про здесь написано здесь продавец я вижу наклеил уже свою рекламу в принципе ладно ну то есть по весу достаточно соответствует также как и остальные никаких чехлов тут к нему не надо потому что он водостойкий здесь собственно два разъема цепляется я так понял катушка и другому вот она закрыта заглушкой тут цепляются наушники разъемы разные здесь четыре по моему пина а здесь под наушники должно быть два то есть вот вот да так и есть два но если вот попробовать наушники ну я думаю что они подойдут да так и есть вот оно так и вставляются и вот это вот собственно затягивается резьба и все здесь собственно все понятно то есть если мы с наушниками не используем это желательно закручивать вот этой пробкой чтобы туда не попадала вода если подождем или где то там вообще воде искать ну остальное собственно он даже уже включается потому что я так подозреваю там есть батарейки вот открывается сама крышка тут резиновая прокладка какая-то смазка водостойкая вот здесь уже есть батарейки и вторые там такая же вот штука запасная которую вначале было видно в пакете лишало то есть это если на копе сядут батарейки можно быстро не вытаскивая то уже собранную при себе иметь запасную и поставить ну то есть все в принципе нормально все прилично так здесь дальше мы с посмотрим это скорее всего нижняя штанга как она тут вставлена не хочет вылазить пошло так так штанга здесь в общем то надо разбираться потому что я с каретами никогда дел не имел вот исходу тут не скажу что тут почему но я так подозреваю что вот здесь крепится наверное сам детектор каким то образом это надо инструкцию смотреть а сюда крепится катушка с помощью того болта который там был в комплекте вот здесь непонятно так так оно что то ничего не разбирается ну вот резьба закручивается и откручивается здесь должна я так понял регулироваться еще длина потому что все люди разного роста это будет набор отверстий вот в общем тема этого видео просто посмотреть что тут лежит в комплекте сам прибор и испытывать сейчас времени нету ну и смысла нету потому что многим это может и не интересно катушка собственно дабл ди я так понял про формант то есть это новые катушки гарритовские размер я не знаю 11 наверное на сколько то там такой вот разъем как на наушниках только большее количество штырей тут прикручивается то есть шнур как обычно обматывается и защита катушки в комплекте то есть практически все тут что уже есть в наборе можно сразу собирать идти копать то есть есть катушка есть наушники есть копательный инструмент есть батарейки даже есть инструкция есть две сумки сумка тут еще даже большая для самого искателя и та маленькая куда складывать то что мы найдем вот эту я сумку еще не открывал сейчас посмотрим быстро просто как она выглядит что тут у нас есть камуфляжная расцветка такая красивая здесь я не знаю что сюда можно положить вот собственно здесь здесь есть такие лямки если наверно как рюкзак можно носить материал плотный видно что внутри что то есть типа параона то есть не просто как сумка вот это вышито здесь на молнии с такими еще шнурочками здесь куча кармана вот карманы которые что то можно ложить сюда можно положить к примеру маленькую катушку здесь огромный карман сюда можно кучу катушек положить вот здесь маленькие карманы которые можно класть какие-то там инструменты те же самые можно класть пинпоинтер те же самые наверное ножи можно туда класть вот то есть вот раз и все ну то есть 5 карманов карманы есть а что туда уже класть это уже будет ясно то есть тут есть ручка я так понял ее можно как сумку носить есть лямки можно как рюкзак носить в обеих стенках да нахи поролон толщиной не знаю сантиметр полтора раз два три четыре шесть тут ну и вот здесь как бы по толщине тоже проложено вот оно полностью все раскрывается плоское вот такое состояние внутри больше ничего нет то есть сюда я так понял складывается детектор вот в кармане складывается все остальное вот так оно все застегивается в руку или вешается на спину или у кого машина кидается в багажник переезжается уже на место там уже как рюкзак одевается вот и идется уже конкретно туда где мы будем копать на месте открываемся достаем копаем обратно точно так вот довольно таки вот потом компактно все складывается вот собственно и все ничего по моему не забыли все посмотрели если есть какие-то вопросы пишите в комментариях ставьте лайки ну и пишите какие видео вы бы еще хотели увидеть на какую тематику по каким там приборам или что то такое вот всем спасибо и до новых встреч удачи всем на коже